У судьбы есть три круга. Первый круг находится в сердце. Второй – между мною и тобою. В ниточке вот этой. И третий круг судьбы находится внутри другого человека, с которым ты живешь. Это твоя судьба, но для него. Его желание – это твоя судьба. Он хочет тебя бросить, это твоя судьба. Как побеждать судьбу? Слушаешь, как ты молишься, молишься вместе с ними, молишься, молишься, молишься. Постепенно в сердце лучше, лучше, лучше. И ты уже спокойно относишься к тому, что тебя бросают. Раньше тебе было невыносимо, это было горе, жуткая несправедливость. Но тебе становится спокойно. 33% побед над судьбой есть. Первый круг судьбы. Дальше ты молишься, молишься. Не помнишь о Боге, не помнишь о Боге. Ты постепенно, ты начинаешь чувствовать, что ты можешь с ним поговорить. Он еще с тобой не может поговорить. Я до половины дошел, прочистил связь между вами, наверное, на половину. Месяца два-три прошло, на половину прочистил. Ты можешь с ним разговаривать. Ты уже, как бы, раньше ты даже думать о нем не могла. Потому что он такой предатель. Ты не то, что с ним поговорил. А тут ты с ним можешь уже поговорить, а он еще с тобой не может. 50% побед над судьбой будет. Если и он уже начинает с тобой по-дружески говорить, хотя он к тебе не возвращается, он в другой живет. Это 66% побед над судьбой. Осталось 33% по сердцу. Моришься дальше. И он начинает говорить, я какой негодяй, я тебя зря бросил, ты хороший человек. И дальше он так говорит, говорит. То есть у него уже сердце начинает очищаться. Третий круг побед над судьбой. И в какой-то момент у него есть всего два варианта. Первый вариант. Я возвращаюсь. А второй вариант. Ну не смогу вернуться, у меня тут уже ребенок есть, там и все прочее. Какой бы вариант он ни сказал, не имеет значения. Потому что вы имеете дело только со своей судьбой. Запомните, дорогие мои друзья. Если он скажет вам, а вы победили судьбу, у вас все спокойно в сердце, вы уже не паритесь. И он раскается. То есть, если он скажет, я не возвращаюсь. То есть, в этот момент, в эту самую секунду, Господь примет решение вам дать вот такого человека. В эту же секунду я видел тысячу примеров. Теперь, если вы этот путь не проходите, он вас бросил, а вы этот путь не проходите. Значит, вы не сможете выйти сам, не сможете жить, если вы не сдали свой экзамен. А если не сможете, то дальше будете опять там сдавать свой экзамен. Так будет повторяться вновь и вновь. Человек должен побеждать судьбу. Просто от того, что ты что-то бросил, ничего не меняется. Судьба остается в прежнем. Теперь смотрите механизм. Я кого-то бросил. Ну, допустим, человек плохо себя бьет, я беру, бросаю в человека. Что такое семья? Это Бог держит людей вместе. Бог держит людей вместе. Я беру и Богу наперекор, и крыльясь, и все, и рушу отношения. Что у женщины возникает? И что у мужчины? Давайте разберем. У женщины возникает холод сердца. Вот это та сила женской энергии, которая делает ее возможность выйти замуж. Она становится холодной. Она не может выйти замуж. Понимаете? Потому что она наказана Богом. И я могу вам пальцем показывать на вас, на всех, кто наказан из-за того, что бросит. Я вижу в сердце этот холод. Понимаете? Я сразу знаю, что так человек сделает просто по его сердцу. Мне не надо ничего говорить. Женщина бросает, можно, на тот, до одна. Мужчина бросает жену. Другой механизм. У мужчины возникает сильный жар в сердце и сильное желание быть любимым. Этот жар привлекает какую-то женщину. Он только бросил жену, тот же находит себе другую. Тут же прям, моментально. И дальше будет следующее. Он думает, вот, лекция не работает. Я же бросил, и все у меня нормально. Это только начало этой нашей любви. И все идет по плану. Господа. Ты в нее сильно влюбился. У тебя сильный жар в сердце. И биться нормально уже не можешь. Потому что ты наказан. У тебя очень сильная любовь. Она истощает эту девушку, как мы вчера говорили. Проходит ходика два. И она тебя бросает точно так же. А ты... Все. Получил наказание. Точно так же, как чувствовала твоя жена себя. Теперь ты чувствуешь точно так же и сам. Теперь смотрите. Ситуация, допустим. Если близкий человек неадекват. Он издевается, кричит, а он. Жить нормально не хочет. Что делать? Как он будет? Если ты его бросаешь, остаешься одна. Бог наказывает тебя. Есть одно правило. Запомните, дорогие мои друзья. Одно правило. И вы всегда будете спасены в своей жизни. Если человек рвет отношения с одним человеком. И пытается уйти к другому от этого человека. Он уходит не к другому. Он уходит в пустыню. Там людей нет. Потому что Бог ему не даст человеку просто так. Одна женщина меня спрашивает. Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Я говорю, никогда. Она говорит, а почему? Я говорю, а потому что вы жестоко бросили мужа. Она говорит, а он вел себя плохо. Имеет значение. Это ваша судьба. Она говорит, но я же хочу замуж. Но я говорю, ну давайте, вот смотрите, допустим, вы бросили этого человека, да? Судьба не поменялась. Тут Бог вам сейчас даст судьбу. Вы его тоже бросили. У Бога вообще-то мужиков завались, но ему всех жалко. Они все это его родные. Поэтому ему это стоять не надо, опять этот эксперимент. Поэтому пока не раскаетесь, пока сердце свое не очистите, будете оставаться одна. А на раскаяние может уйти много лет. Хорошо. Человек ведет себя жестоко. С ним жить невозможно. Что делать? Надо побеждать свою судьбу. Человек ни при чем. Ты имеешь дело с очень тяжелой судьбой. Живи отдельно. Молись за него. Ставь условия. Ты пройдешь три стадии. Первая стадия. Тебе спокойно становится сердце. Ты с ним не живешь в это время, но не разводишься так же. Тебе становится спокойно в сердце. Ты не то, что с ним тебе надо жить. Не надо. Ты не мучаешься, но не разводишься. Тебе становится спокойно в сердце. Первая стадия. Вторая стадия. Ты начинаешь с ним нормально общаться. Третья стадия. Он начинает понимать, что он неправильно себя ведет. И теперь ты ему ставь условия. Или веди себя правильно, и мы пробуем жить вместе. Если ведет себя неправильно, опять раздельно. или до свидания. И вот в этом случае, если он говорит, да я нормальный, это ты ненормальный. Хорошо, тогда ты можешь идти подавать на развод, и с тобой ничего плохого не будет. Это он разводится с тобой, а не ты с ним, потому что ты для него сделала все. Ты победила судьбу, ты молилась, ты ему ставила условия, объясняла, как надо правильно жить. Он не хочет меняться. У него есть выбор меняться или нет. Значит, тебе Бог даст, хороший ты человек. Но если ты путь свой проходить не хочешь, просто хочешь бросить человека, выбросить его из своей жизни просто потому, что он плохой, тогда в этом случае ты останешься одна и будешь выйти на луну. Такие законы Бога. Я это знаю точно, я переведил еще раз. Еще раз повторяю, жить с человеком маразматику не надо. Никто не заставляет. Но этот человек олицетворяет твою судьбу, ты в прошлой жизни точно так же себя вела. И ты от него не избавишься, просто бросить человека. Понимаете, это не работает. И вообще это непрактично. Вот допустим, зубы болят, мы же зубы не выдергиваем. Ну, надо бросить зубы, да, болят зубы, надо бросить зубы. Палец болит, надо его отрезать, нафиг выкинуть. Нога болит, ногу отрезаем. Мы же так себя не ведем, да, или ребенок так себе идет, пошел вон. Мы так себя ведем только с мужем, или с сыном, понимаете. С остальным, что связано с нами, мы так себя не ведем. Родители не вышвыриваем, детей не вышвыриваем, зубы не вышвыриваем. Только близкого человека вышвыриваем. Почему? Потому что Бог уже как-то нас надо обучать. Вот Он дал нам только одну опцию и говорит, не вышвыривай близкого человека. Молись, живи отдельно, жди, когда исправится. Редактор субтитров А.Семкин